Библейский портал экзегет.ру представляет Итак, мы с вами читаем четвертую главу, в которой сказано «Адам познал Еву жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Мы помним то пророчество, Бытие 3.15, которое прозвучало о том, что я вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим, семенем ее, но будет поражать тебе в голову, ты будешь жалить ее в питу. Здесь Ева, помня это пророчество, эту благую весть, она как бы опережает события и думает, что все, вот оно уже исполнилось, и она родила сына, и время их спасения уже состоялось. Но это не так. Еще пройдет очень много времени, прежде чем исполнится это пророчество и родится Господь наш Иисус Христос, который и поразит дьявола на кресте, смерть, родоначальника смерти, на кресте своим светлым воскресением, смертью воскресением, да. И далее мы с вами читаем «И еще родила брата его Авеля». Здесь мы видим, что она рождает Каина, грех всегда порождает грех. Каин это будет в истории человечества, как мы увидим далее, первый человек-убийца. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь-овец, а Каин был земледерец. Пастырь-овец в Священном Писании это всегда прообраз священника, прообраз избранника Божия, на которого здесь указывает Священное Писание на именно Авеля. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородного стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и дар его, а на Каина и дар его не призрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его». Почему Бог не принимает жертву Каина? Каин приносит то, что ему попалось под руку. Каин не приносит все лучшее в своей жизни. Он приносит по принципу той пословицы «на тебе, Боже, что нам негоже». Авель же приносит то, что ему повелел Бог. Мы видим, несмотря на то, что здесь нет повеления о том, как правильно приносить жертвы Богу, которым Псамопевец Давид говорит «жерта Богу, дух сокрушен, сердце сокрушено, смирено Бог не уничижит». Но они уже, и Каин, и Авель знали это, какие правильные жертвы Богу в деле их спасения. Хоть это и не написано в Священном Писании, знали это из предания. Более подробно о жертвоприношениях, как их приносить, за какой грех, какую жертву в Ветхом Завете, это расписано в книге «Левит». Итак, мы видим, что здесь жертва Каина не принимается, потому что он ее приносит по своей воле и по своему усмотрению. Такая жертва, она не полезна для самого Каина. Бог не нуждается вообще ни в каких жертвах. Все жертвы, которые приносились в Ветхом Завете, агнец, голубь, это все указывало, агнец указывал на Господа и Спасителя Иисуса Христа. Голубь указывал на то, что Дух Святой сойдет в виде голубя. И как это было и на празднике Богоявления, о котором описывается в Евангелии от Иоанна и в Евангелии от Матфея. Пожалуйста, здесь лишь говорится, можно это все прочитать. Здесь лишь говорится о том, что Каин, снова и снова повторю, он приносит то, что ему кажется на его усмотрение лучше. «И сказал Господь Каину, что такая жертва, как я уже сказал, она не полезна для самого Каина. Она не приводит его к состоянию соединения с Богом. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, не поднимаешь лица». Видите, Бог здесь говорит о том, что ты не сделал доброе дело. Ты сделал то добро, которое вовсе не добро. Ты сделал то добро, которое ты подумал, что оно добро. Но оно не таково. У Симеона Нового Богослова есть такое выражение. Доброе дело сделано недобрым образом не есть добро. О чем речь? То, что человек не соединяет все жертвы, и то, что не соединяет человека с Богом, это не есть доброе состояние для самого человека. Оно не приносит пользы. Никакой пользы не приносит самому человеку. То есть добро, которое сделано не по заповедям Божьим, которое сделано недобрым образом, а Бог есть абсолютное добро, то не меняется человеку как добро. Каин делает именно то, что вредит ему самому. И Бог к нему взывает. Заметьте, что Бог здесь не разговаривает с тем, кто сделал все правильно, с праведником. Казалось бы, Бог должен разговаривать с праведными людьми. Нет. Сказано, что Христос пришел спостать неправедников, но грешников, и их призвать к покаянию. Он видит, что Каин делает что-то не то. Поэтому Бог обращается к нему для того, чтобы исправить путь его. Так и говорит. Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. То есть этим самым он призывает ему к покаянию, чтобы Каин сам признал, что, в общем-то, я сделал недоброе. И привнес жертву второго сорта. То, что мне не надо было, на тебе, Господи, может тебе придадится. То есть он как бы старается его исправить, что неправильное есть у Каина понимание и отношение его к Богу. Потребительское такое. Ну, может быть, в стиле таких торгово-рыночных отношений. Ну, вот я тебе там что-нибудь, ну, а ты мне там побольше. Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. А если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Что это за грех? Почему он лежит возле дверей? Каких дверей? На пороге сердца и ума человека. На пороге человеческой души. То есть пока грех еще предлагает сделать что-то не то, необходимо господствовать над ним. Молитвой. Сказано, род с семьей побеждается постом и молитвой. Это предлог к тому, чтобы сделать что-то на свое усмотрение без заповеди Божьей. Поэтому Господь и говорит, ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеле брата своего и убил его. На иконах мы часто видим изображение, такое вот самое классическое изображение убийства Каина, Каином Авеля, первого мученика на земле. Иногда изображается, берет камень какой-то, Каин, и размахивается, намахивается на Авеля. Иногда какая-то кость от животного. Он еще не знал в полном смысле этого слова, как убить. Еще неизвестно было, что значит убить человека. И он, наверное, с какой-то ненавистью бил, бил, пока не забил до смерти. Бог обращается к Каину. И сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» Мы видим нечто подобное, то, что Бог обращается к Адаму, когда он пытался скрыться от Бога. Он говорит «Где ты?» Здесь он обращается «Где брат твой?» Этот вопрос, он на самом деле звучит по отношению к нам. Бог и о нас спрашивает, когда мы стоим в храме, воскресный день. «Брат, где брат твой?» «Человек, где брат твой?» «Где сестра?» «Где дети?» «Почему они вместе с тобой?» Что отвечает Каин? Он сказал «Не знаю». «Разве я сторож брату моему?» Не дай Бог, чтобы это произошло с нами. Чтобы мы ответили словами Каина, что у них, у моих родственников, своя личная жизнь, и пусть они как хотят, так и живут. Сказано, кто о своих, о домашних не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. Это попечение не должно быть только в материальном, измеряться только материальном благосостоянии. Вот я зарплату привез и принес живить, как хотите. Мы призваны заботиться друг о друге. Призваны и ответственны друг за друга. Потому что, вспомним и молитву, Господь нас учил молиться не отче мой, а отче наш. Далее. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего пьет ко мне от земли». Видите, Бог уже, как и Адаму, он помогает исповедаться Каину. Что же Каин? Дальше он говорит, когда ты будешь возделывать землю. Что же Каин сказал? «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели можно снести». Здесь Господь говорит, что будет наказание, и будешь изгнанником. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли». Звучат ли в словах Каина ноты покаяния? Нет. Скорее он говорит о том, что, Господи, смотри, я вот что-то здесь... Ничего себе что-то здесь сделал. Он убил своего брата, родного. Из-за зависти. Что породил этот грех? Зависть. Нарушение последней заповеди десятисловного закона. Казалось бы, мы часто так думаем. Но что я кому плохого сделал? Ведь я же не навредил, но осудил, но позавидовал. Позавидовал, оказывается. Теперь мы видим, что зависть может привести к человеконенавистничеству. А человеконенавистничество приводит к тому, что совершается убийство. Причем кого? Родного брата. Нет покаяния в словах Каина. Он лишь говорит, что наказание строго. Он начинает убегать опять от Бога. И сказал ему Господь, в 15 стихе, «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемиро». И сказал Господь Каину. И сделал Господь Каину знамени, чтобы никто, встретив с ним, не убил его. Господь этим самым говорит, что кто убьет Каина, тому отмстится. Этим самым он нас предупреждает, что не надо мстить. Как Господь говорит, скажите мне, у меня отмщение. Не мстите друг другу. Не раздавайте злом за зло. Видим, что здесь сказано, кому отмстится. То есть, кто и сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемиро. И сделал Господь Каину знамени, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Что это за знамени? Много здесь истолкований есть. Одни говорят, что у Каина как бы рух какой-то даже появился. Но, несомненно, что многие отцы говорят о том, и с этим, скорее всего, это будет такое согласие больше отцов. Они говорят о том, что вид и лицо Каина сделалось настолько страшным, что люди, когда встречались с ним, они просто в ужасе шарахались от него. Грех, он ложится отпечатком и на человеческой плоти, и на человеческом лице. Можно увидеть, иногда, когда мы встречаемся с людьми, что есть отпечаток греха на некоторых лицах. Серые лица, черные лица. Человек, наверное, выпивает много. Глаза блудника, они туда-сюда, туда-сюда, везде он за всеми оборачивается, не может пропустить. Да, ни одного противоположного пола и прочие вещи. Все это отражается на человеке. Грех, он так отразился на Каине, как человек-убийце. И пошел Каин, как сказано дальше, от лица Господня, и поселился в земле Нот на востоке от Едема. И познал Каин жену свою, она зачала родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Еноха. Некоторые критики Священного Писания говорят, где Каин взял себе жену, ведь никого не было. Это неправда. Мы видим, что далее стих, раньше говорят, говорит о том, 15-й, и сказал ему Господь за то, что всякому, кто убьет Каина, то есть были люди. Всякому, кто убьет Каина, то есть был кто-то, кто мог ему отомстить и сказать, что ты сделал своим братом. Священное Писание всегда рассказывает нам о тех или иных событиях достаточно кратко. И в этих событиях описываются главные участники тех или иных исторических событий. Поэтому здесь главными участниками были Каин и Авель, Адам и Ева. Но ничего не говорится о тех людях, которые жили тогда. Адам жил 930 лет. Представьте себе, сколько у него уже было потомков, которые распространились по всему лицу земли. Не все их имена перечисляются. Ну, например, было Куликово поле. Кто там участвовал? Мы знаем Дмитрий Донской, Пересвета Осляви. Но не о всех же поименно воинах говорится о том, кто был участником этого сражения. Другие какие-то исторические события. Великая Отечественная война, например. Мы знаем, там был Жуков, маршалы. Но не все рядовые тоже. Если бы все не было бы там, например, памятнику неизвестному солдату. Поэтому описываются только главные исторические лица и их действия. И в этом смысле Каин берет жену какая-то там уже, которая родилась в очередном поколении. От Адама и Ева, которые, снова повторю, Адам жил 930 лет. Далее. Мы увидели с вами здесь еще очень важное такое событие, что первым городостроителем был Каин. Он строит город. Как сразу сказано, что он назвал этот город по имени своего сына, Енох. Зачем Каин строит город? В городе очень легко скрыть свои грехи. В мегаполисе, например. Попробуйте скрыть и где-нибудь в деревне, где все на виду. Поэтому Каин строит этот город для того, чтобы было вот это смешение людей, чтобы там люди не обязательно, чтобы друг друга знали. И потом вторая причина, почему он строит этот город. Но грех, он всегда, как я уже говорил, приводит человека в состояние паранойи. Он боится. То есть он начинает строить эти стены. Хотя Господь ему сказал, что никто не убьет, но он не доверяет Богу. Мало ли, что Бог сказал. Надо на всякий случай оградить себя стенами города. И вот он прячется в этом городе. Далее мы читаем, что у Еноха родился Ират. Ират родил Михаэля. Михаэл родил Муфусал. Муфусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены. Имя одной Ада, имя второй Цилла. Первая полигамия проистекает из ветви Каина. Человек-убийца. Он берет первым две жены. Причем имена Ада и Цилла. Имя одной означает способное к деторождению. Имя другой означает страстное горячее. То есть одну он берет для деторождения, а другую берет для развлечения. Но полигамия, многоженство, проистекает именно из ветви Каинит. Далее. Ада родила Иувала. Он отец живущих в шатрах со стадами. Имя Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях. Мы видим, это первый родоначальник всех играющих на музыкальных инструментах. Иувал. Цилла также родила Тувалкаина, который был кавачом всех орудий из мезда и железа. Тувалкаин — это первый человек, который, ну так можно сказать, развил военно-промышленный комплекс, что ли. Да. И сказал Ламех женам своим. Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховой. Внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если не заканно отмститься в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. О чем здесь речь? Разные есть истолкования по этому поводу. Говорится, что он убил сына своего как-то нечаянно. Но вот есть и такое истолкование, что Ламех был уже в старости слеп. Зрение его притупилось. Но так как он был из кайного ветви, то есть такой языческой ветви, которая уже погрязла в отступление от Бога. И это мы с вами увидим. Об этом говорит последний стих этой главы. И он не хотел быть на еждевении своих детей, потому что язычники часто, такое есть сейчас и у южноафриканских племен, и у других племен языческих, где, когда, например, если заболел пожилой человек, старый человек, то старший сын должен зайти его там и задушить. Чтобы он не был обузой. Я вам скажу, когда мы сегодня говорим там об автаназии, я все время привожу этот пример. Мы возвращаемся к этим языческим, таким диким обычаям, когда говорим, что этот человек бесполезен уже для этой жизни, надо от него как-то избавиться. И поэтому Ламех, наверняка там в кайницкой ветви был тоже этот обычай, он решил, чтобы не сидеть на шее и чтобы не было угрозы его жизни, то он просил своего сына ходить вместе с ним на охоту. Охота тогда была для того, чтобы добывать шкуры, потому что еще пища мясная не была разрешена в употреблении. Но, тем не менее, есть такое предположение у отцов церкви, что кайниты нарушали этот запрет. Да, и уже в своем таком вот неистовстве вкушали и пищу животных. Поэтому здесь Ламех, он просит своего сына, чтобы он сопровождал его на охоте по такой своей незрячести. И вот однажды, когда они вышли на охоту, то сын должен был что делать? Он должен был увидеть животного, добычу, а на охоту выходили рано утром, и направить копье или направить стрелу, лук в сторону там, где он видит эту добычу. А Ламех должен был натянуть тетиву, это уже работа, уже не зависит от своих, и отпустить стрелу, и таким образом убить животное. И вот, когда они пошли на эту охоту, то его сын говорит, вот он, есть там что-то, шевеление какое-то в кустах, туда направляет лук, он отпускает тетиву Ламех, бегут за добычей, выхватывает нож, подбегают, и вдруг сын его объявляет, что это Каин, пра-пра-пра-прадед твой. Он в ужасе, то есть он взял нож, чтобы разделывать добычу, в ужасе отпрянул, а сын стоял рядом и ножом поразил его. Поэтому он и говорит, как мы с вами здесь читаем. И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего жены Ламеха, вынимайте слова моими, «Я убил мужа в язву мне, Каина, и отрока врана мне, сына своего». И говорит, если за Каина отмститься в семеро, то за Ламеха в семьдесят раз в семеро. Семьдесят раз в семеро — семьдесят семь. Если мы с вами почитаем родословную, в Евангелии от Луки от Адама до Христа, Христос будет семьдесят седьмой, по родословной, от Адама. Поэтому Ламех, он здесь приносит покаяние. И как бы указывает своим пророческим таким голосом, что Христос, семьдесят седьмой от Адама, способен искупить мой грех, о котором он сейчас раскаялся. Он говорит, я убил мужа и отрока в язву мне. Что дальше? «И познала даму еще жену свою, она родила сына и рекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Видите, не рождалось больше праведников. И двадцать шестой стих. Заключительно этой главы. «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Смотрите, братья и сестры. «Тогда только начали призывать имя Господа». Сколько поколений жило, забыв о Боге. Каиниты размножались по всему лицу земли. И вот Господь полагает другое семье Еве, Сиф. И мы увидим дальше, как человечество и человеческая цивилизация развивалась до потопа, как распространился после потопа весь род человеческий. Увидим также и интереснейшие события, которые будут с Араамом, мужем Веры. Также увидим, как люди перед этим начнут и строить Вавилонское столпотворение. Множество-множество тех образов, которые, снова-снова повторю, даны нам для подражания лучшим, скажем, этим образом и их действиям, действиям патриархов, пророков, царей во всем Священном Писании. И предостерегают нас от того, чтобы мы не поступили так, когда они поступали не по заповеди Божьей и не впали бы в то состояние, которое было у них, состояние отпадения от Бога. Но это все в дальнейшем. А сегодня на этом мы завершим наше занятие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok